здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из литвы она видан здравствуйте она здравствуйте она руководитель организации северный иерусалим и психолог анна сначала в двух словах чем занимается ваша организация потому что имеет это прямое отношение к теме нашего разговора я хочу чтобы наши зрители понимали что это за организация наша организация уже 10 лет занимается проектами в области сохранения еврейского наследия литвы в частности мы занимаемся сейчас местом большой вильнюсской синагоги увековечением больше ознакомлением общественности с этой проблемой привлечением политиков мэрии понятно я надеюсь что у нас появится еще возможность подробнее поговорить на эту тему а сегодня у нас есть другой оперативный повод гораздо более спорный скажем так дело в том что комитет исторической памяти и борьбы за свободу так он называется это комитет парламента литвы он готовит законопроект согласно которому с литовского народа снимается ответственность за уничтожение евреев в годы второй мировой войны там говорится в этом законопроекте что обоснование как бы что литовское государство было само оккупировано литовский народ был порабощен и не мог как вот именно народ принимать угле принимать участие в холокосте скажите пожалуйста чем вызвана подготовка законопроекта прямо сейчас я видел что его собираются рассматривать буквально там вот течение там ближайших двух недель какой повод для принятия этого законопроекта почему вообще он возник ну наверное для начала надо сказать что эта информация действительно прозвучала в средствах массовой информации тут в литве и это настораживает именно потому что это исходит из парламента но с другой стороны выглядит как недоразумение я бы сказала потому что на фоне того что тот же парламент объявил год годом гаона и истории еврейской и в этом постановлении кстати которым объявлен этот год говорится о том что это делается для того чтобы усилить осознание обществом значимости холокоста в литве с одной стороны с другой стороны чтобы объединить и и развивать общность евреев живущих как литве так и за пределами литвы с литвой так такие намерения комиссии парламента они идут в разрез с общей политикой я бы сказала и наверное тут все таки важно уточнить и формальные какие-то моменты что речь идет не о законопроекте а постановлении и это пока слышится как инициатива одного человека который пока не смог сформулировать конкретно что же это будет и но нам хочется надеяться что это не будет даже принято к рассмотрению потому что это еще пока не зарегистрировано даже и планируется подавать на рассмотрение 14 января что очень символично это следующий день после 13 января когда литва вспоминает погибших за независимость литвы что тоже совершенно не сочетается с такими постановлениями в год когда литва будет отмечать 30 лет независимости в месяц когда известно о том что президент литвы собирается ехать в израиль на конференцию посвященную холокоста конце января но как-то это все не сочетается с тем что мы видим на фоне общей политики понятно она скажите пожалуйста ну постановление или законопроект в разной информации которая была в прессе по-разному это называется но в общем то это делать скажем так формально а вообще в принципе это идея скажем так она до этого возникала в литовском обществе она обсуждалась она же не могла взяться что называется с потолка но тема холокоста вообще обсуждается конечно очень активно и есть какие-то периодически катализаторы которые эти обсуждения активизируют это и снятие доски как вы знаете генералу ветре и смена названия улице шкирпы сейчас в сентябре в европарламенте была принята резолюция о важности памяти для будущего европы и там говорится о значении холокоста и даже о том что принижение значения холокоста ведет к определенным последствиям так и литва не изолирована и не от мира и конечно и внутри бурлит очень на эту тему эта тема очень чувствительная и наверное тут все дело в том что что эти раны еще кровоточат и нацизм он настолько жестко разделил еврейных людей на евреев и неевреев что это сближение она очень сложно и сегодня тоже если мы вернемся к этой комиссии которая заявила о таких намерениях то в ее составе там в основном люди которые пострадали от политических ссылок и говорить на тему холокоста наверное эффективнее было бы и и корректнее и более результативнее с участием пострадавших в холокосте тоже иначе это две стороны которым очень трудно понять боль друг друга и наверное к этому даже не надо стремиться потому что это такая идеалистичная цель но должен быть диалог это не только дело политиков или историков тут нужны и психологи и непосредственные участники событий это как-то было сделано так и необдуманно я бы сказала это очень деликатная тема и это очень скользкий склон где можно даже легко скатиться в какие-то на эти методы советских политруков вот мы вам скажем как вы должны думать на эту тему поэтому как-то я хочется мне верить в то что это на этом все закончится с этим намерением понятно скажите пожалуйста относительно недавно была информация о том что у еврейской общины литвы особенно в столице были какие-то проблемы что там были какие-то выходки негативные в адрес общины какие-то надписи появлялись на зданиях и так далее даже на несколько дней по моему была закрыта синагога или общинный дом что сейчас происходит ну сейчас вроде бы эта ситуация утихла но знаете как свете того что происходит люди радикализированные они всегда были они есть и они будут к сожалению и что можно с этим сделать это только просвещение может уменьшить количество темных и агрессивных людей поэтому найти это действительно я могу рассказать такую историю что мы как-то ходили на выставку самуэля бака это такой известный художник и еврейский который был в вильнюсском гетто маленьким мальчиком и участвовал даже была его выставка рисунков там и мы ходили туда с нашими друзьями которые выросли в литовской среде и обсуждали рисунок говоря о том что вот смотрите гетто 9 лет мальчику а он где-то раздобыл краски карандаши и и смог нарисовать рисунки и даже выставку организовать эти люди образованные которых мы никак не можем заподозрить в антисемитизме они искренне удивились и сказали но ведь во время войны в вильнюсе шла обычная жизнь это не была линия фронта и действительно ведь люди были с одной стороны в гетто а с другой стороны за стеной гетто дети ходили в школу работали рестораны люди вели обычную жизнь и вот эта стена которая была между гетто и обычной жизнью она до сих пор очень высокая и только просвещением ее можно уменьшать то есть сегодня ничто не мешает деятельности еврейской общины ну как вам сказать мешает конечно такие заявления они настораживают как однажды сказал директор нашей еврейской школы которому сегодня 70 лет он сказал такую фразу что моя мама боялась и я боюсь такое ощущение знаете что угроза она существует когда кто-то нарисовал свастику то люди съеживаются и думают а что дальше и конечно очень ждут выступления каких-то правительства представителей правительства интеллектуалов страны потому что в этом очень важно что люди живущие сегодня думают на эту тему что они чувствуют и как они относятся к этой проблеме сегодня это это создает ощущение но это очень субъективные вещи знаете как страх и неуверенность или наоборот беспечность это все зиждется на таких нерациональных вещах чаще всего да понятно каждый сам по-своему пытается справиться с подобными проблемами а на большое спасибо что нашли время для нас за ваш комментарий всего вам доброго и удачи в новом году спасибо до свидания напомню что с нами на связи из литвы была психолог анна авидан до свидания